У нас все только штрафы, все штрафы. Но кого еще штрафами? Богатых имущих людей, да? Даже бедные не боятся штрафов. Правильно делают. Почему? Ну как почему? Многие не уступают пешеходам, летят во все. Когда пешеход лезет, бегает, даже не смотрит. Вдруг машина тормоз откажется, тогда что будет? По разной сторону баррикады мнения разные. Инициативу, предложенную МВД, водителя не поддерживают. Ведь закон бьет по карману рублем. Раньше, если водитель не уступил дорогу пешеходу, штраф составлял 1500 рублей. После вступления в силу нового закона его сумма будет варьироваться от 1500 до 2500 рублей. Большое влияние на определение самой суммы штрафа имеет непосредственно само поведение водителя. В частности, является он злостным нарушителем, либо нет. В случае, если он будет являться злостным нарушителем и неоднократно будет привлекаться к статье непосредственно за непропуск пешехода, то в большинстве случаев к нему будет применяться максимальная планка наказания. По мнению экспертов, снизить количество наездов этот закон вряд ли поможет. Гораздо эффективнее устанавливают светофоры на всех переходах, но их стоимость слишком высока, отмечают автоюристы. Также президент подписал закон, расширяющий полномочия судебных приставов в отношении злостных неплательщиков элементов. Так, например, в Татарстане алименты сейчас выплачивают более 21 тысячи человек. Сумма их долга около 3 миллиардов. Из них более 5 тысяч являются злостными неплательщиками. Полномочия судебных приставов расширяются в отношении тех, кто от оплаты алиментов уклоняется больше двух месяцев. Новые полномочия, которые появятся в связи с законом во вступление в силу алиментов злостных, можно будет уже задерживать без специального постановления судебных приставов исполнителей или судьи и доставлять в отдел для составления данного протокола. Потому что после протоколов, я говорю, это все-таки приносит результат, так как там уже есть реальная перспектива получить уголовную ответственность. Также, согласно новому закону, судебные приставы смогут задерживать неплательщиков для подписания договора без помощи полицейских. Раньше такого права они не имели. Чиновники надеются, что такие нововведения позволят ускорить взыскание алиментов с должников. Альмира Низамова, Дмитрий Рыженко, Цельканал ФИР.